Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Самый молодой мэр в истории Бийска в Наукограде сегодня выбрали главу города. 4 минуты от Кулагина до вокзала. Транспортный коллапс заставляет барнаульцев экспериментировать со способами передвижения по городу. Как выбрать безопасные мандарины и конфеты? Телеканал «Толк» и «Роспотребнадзор» провели собственную экспертизу. На Алтае объединят несколько медицинских учреждений трех направлений – фтизиатрию, психиатрию и наркологию. Пациенты будут ходить к врачам по прежним адресам, но предполагается, что слияние служб сделает медицину более доступной. К примеру, у краевого противотуберкулезного диспансера появятся филиалы в городах. В отношении фтизиатрии – это возможность развития единой лабораторной службы по идентификации возбудителя. Своевременность в связи с этим принятия решения о начале и продолжении лечения, обеспечения лекарственными препаратами. Вопрос контроля в отношении тех наших пациентов, которые находятся на лечении. Та же схема с филиалами коснется психиатрии и наркологии. По словам Попова, психиатрической службе объединения позволит проще переводить пациентов в стационар, улучшить лекарственное обеспечение, в наркологической – усилить реабилитацию, в том числе социализацию. Министр не стал скрывать – некоторые кадры уйдут. Речь идет об административном персонале. За счет этого пересмотрят зарплаты для оставшихся сотрудников и тарифы на лечение пациентов. Отношение медицинского сообщества к слиянию служб неоднозначное. С одной стороны, зарплаты могут вырасти, с другой – непонятно, как общая система будет работать на практике. А вот скорая помощь Рубцовска рискует остаться без сотрудников. Они массово увольняются из службы из-за низких зарплат. Квалифицированные медики, как в 90-е, уходят работать в торговлю. За последние несколько месяцев уволились уже 30 человек, еще на грани ухода из профессии больше 150 фельдшеров города. Медики обратились в нашу редакцию с просьбой осветить проблему низкой оплаты труда. По их словам, размер сегодняшнего вознаграждения не отвечает ни квалификации, ни нагрузке работников еще недавно весьма почетной профессии. Тема продолжит Валентина Аскерова. Позавчера было более 400 вызовов. Люди сели в машину в 9 часов туда и вышли они 20 минут второго ночи. И то, чтобы в туалет сходить, ну и хоть что-нибудь в рот засунуть, хоть что-нибудь покушать. Работа на пределе возможностей. За 19 тысяч рублей в месяц должны трудиться фельдшеры Рубцовской скорой помощи после отмены ковидных и стимулирующих выплат. Кто хочет подзаработать немного больше, берет дополнительную нагрузку. Заходит на смену не сутки через трое, а сутки через сутки. Я нашла свои расчетки за 18 год. Было 40-45 тысяч. В этом году я работаю на те же две ставки, но зарплата у меня едва ли дотягивает до 30. Соответственно, моя зарплата по сравнению с 18 годом уменьшилась практически на 15 тысяч. Чтобы обеспечить себе хоть какую-то более-менее достойную жизнь, мы вынуждены забросить семьи. Мы работаем здесь сутки через сутки. Дети без родителей по сути растут. Ну и мы здесь, по большому счету, умираем. Мы оба работаем на скорой помощи. Я фельдшер, муж водитель, еще и двое детей. Соответственно, это тяжело. На такую зарплату существовать и как-то жить. На весь Рубцовский район приходится 9 бригад. При норме в 16. Отсюда и за предельное время ожидания. Недавно люди ждали скорую 3 часа 40 минут. И не по причине вирусных инфекций, а по причине нехватки рук. Очень много вызовов. У нас есть дом, у нас пятиэтажный дом. Пять подъездов. И к нам подъезжают пожилые люди в основном живут. И несколько скорых подъезжает. Конечно, нагрузка большая. От такой нагрузки и низкой оплаты за нее фельдшеры бегут из профессии. Всего за два месяца уволилось 30 человек. Медики говорят, что обращались и в Краевой Минздрав, и правительство края. Но пока зарплата растет только в рапортах чиновников. Мы написали везде. Говорят, что средняя зарплата медработников в Крае хорошая. Независимо от нашей. То есть отдельно взятая зарплата отдельно взятой организации не имеет значения для общего. Уходят из службы и водители скорых. По их словам, перерасход бензина они должны компенсировать за свой счет. В зимнее время нормы бензина сделали такие, что машины не укладываются. На вызывах приходится стоять в мороз. Машины тарахтят. Перерасход бензина идет. Этот перерасход бензина вешают на водителей. Сейчас где-то литров 60 минус. То есть это вам придется компенсировать? Ну, на нас будут вешать. Медики говорят, что они в отчаянии. Но знают ли в Министерстве здравоохранения о том, что за несколько месяцев скорая помощь Рубцовска осиротела сразу на 30 человек? Ответ на этот вопрос мы намерены получить у профильного ведомства. Туда направляем официальный запрос. Возможно, пока ждем ответа, еще кто-нибудь из медиков успеет уйти. А куда уходят, не знаете? Куда сбегают люди? Не поверите в торговлю. Пивом торговать люди уходят. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле сегодня простили Сергеем Новокрещеновым. Он был первым председателем Союза ветеранов Чечни. Сергей погиб в ходе специальной военной операции под Креминой. Это город в Луганской Народной Республике. Ранее СМИ сообщали, что в начале декабря из города уехало более половины жителей из-за постоянных обстрелов. На протяжении двух часов в похоронном зале не прекращалась очередь из тех, кто пришел проститься с Сергеем. По словам заслуживцев, его жизнь оборвалась 10 декабря. Известно, что в зоне боевых действий мужчина был две недели. На фронт ушел добровольцем. Я был последним человеком, братом его, который его видел перед отправкой, общался с ним. Я когда задал вопрос, нужно ли ему это, он ответил, да, четко, ясно. Я как человек бывал и там, я его прекрасно понимаю. Люди, которые идут туда добровольцами, они сами осознают всю эту опасность, но они готовы идти защищать нашу Родину. К другой теме. Барнаулиц обнаружил, что на пригородной электричке ездить по городу быстрее, чем на общественном или личном транспорте. Сегодня, когда съемочная группа толка добиралась до нашего героя, мы как раз оказались в девятибальной пробке. После этого мы решили, что поездка на электричке не такая уж и безумная идея. Пробуем на себе. Подробнее в сюжете. Я зашел в агрегатор карт, как бы добраться удобнее, чтобы посмотреть все пробки. Ну и получилось так, что мне посоветовали пройти несколько метров, сесть на электричку, проехать одну станцию и выйти в центр города. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Так Егор Лукьянчиков, пытаясь выиграть время, пересел на электричку, минуя пробки на дорогах. На неделе парень впервые решил попробовать такой маршрут. Я когда выложил это все в социальную сеть, очень много отзывов, откликов. И коллеги такие говорят, а это хорошая идея, тут ехать недалеко и удобно. Электрички ходят почти каждый час в город и из города. Если вы находитесь недалеко от станции, как наш герой, который работает на улице Кулагина, то можно спланировать маршрут. Для эксперимента мы в 11.55 будем выезжать отсюда на электричке, ну а наш водитель в 11.55 поедет по вот этим вот пробкам на железнодорожный вокзал. Одну остановку мы проедем за 18 рублей. Егор за 9 рублей по студенческому. Билеты можно заказать через приложение или на самой станции, как мы. Ты вчера в 8 часов приехал домой, а во сколько выехал? В 6, ровно как закончился рабочий день. То есть я сначала постоял, попытался попасть в автобусы. 35, 53, 76, 60 переполнены в мою часть города были. И я пошел на троллейбус на проспект Ленина. Сейчас посмотрел расписание, уже планирую доехать на электричке сегодня вечером попробовать. До ЖД вокзала, пересесть на другую электричку и уехать в лесной. И с лесного уже добраться до себя. Потому что по времени это будет гораздо быстрее и комфортнее. Ну это почти как метро прям. Да, комфортные городские электрички, как говорится. Это была самая короткая поездка на электричке. К удивлению, контролер даже успел проверить билеты. 59 минут строго по расписанию. В пути мы были ровно 4 минуты. Давай сейчас посмотрим, сколько стоит такси отсюда до остановки, чтобы сравнить. Давай, допустим. Лагина 4. 219 рублей. Мы, получается, проехали по 18 рублей. Да. Экономия 200 рублей. На самом деле это очень интересный проект. Он городу нужен, потому что очень много спальных районов. И как раз такие железнодорожные пути окутывают буквально весь город. По всему периметру. И если бы у нас появилась комфортная городская электричка, которая ходит стабильно до определенного времени, я думаю, многие горожане бы начали пользоваться таким комфортным и быстрым общественным транспортом. Ну, в принципе, разница не очень большая. Наш водитель подъехал. Сейчас будет нас забирать. Время 12.08. Напомню, приехали мы на вокзал в 11.59. Но надо отметить, что в пробке наш водитель не стоял. Точно нельзя сказать, что пригородные электрички – это панацея в условиях транспортного коллапса. Но зато это точно интересная альтернатива маршруткам и такси. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. В день с толком. В ситуации с дольщиками Долгостроя на Шумакова поручил разобраться председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Напомним, история с пострадавшими, которые купили апартаменты в восьмиэтажном комплексе, длится уже семь лет. Люди неоднократно проводили пикеты, писали обращения в разные ведомства, в том числе к главе края Виктору Томенко. Обращались в СМИ. Но до сих пор ситуация не разрешилась. Дольщики рискуют остаться уже не только без своих помещений, но и вложенных денег. Застройщик обанкротился, а судьбы граждан, которые купили 63 помещения, оказались в руках конкурсного управляющего и группы кредиторов с многомиллионными требованиями. На последние материалы в СМИ о дольщиках отреагировал Следственный комитет России. Его председатель Александр Бастрыкин поручил краевому ведомству доложить об установленных обстоятельствах. По данным Следственного комитета края, сейчас по данному делу ведется проверка, ход которой контролирует центральный аппарат. В Бийске сегодня выбрали нового мэра. Им стал 34-летний Виктор Щигрев. Теперь он самый молодой мэр в истории Бийска. Последние годы Щигрев работал в администрации Смоленского района на посту заместителя главы по вопросам ЖКХ, строительства и газификации. Родился и живет в Бийске. Решение об избрании градоначальника сегодня приняли на сессии Бийской гордумы. 29 из 30 депутатов поддержали кандидатуру Щигрева. Я думаю, что мы создадим команду профессионалов, будем работать тесно с депутатским корпусом, с правительством Алтайского края, с министерствами, с общественными организациями, с предпринимательством, конечно же гражданами. Мы будем достигать результатов, наращивать темпы, участвовать во всевозможных программах. Есть большое желание город осовременить, чтобы молодежь из него не уезжала. Действующий мэр Бийска Александр Студеникин также принимал участие в конкурсе на пост главы города. За череду политических неудач его шансы оценивались как очень низкие. Несмотря на критику, Студеникин дошел до конца своего срока, хотя в апреле прошлого года пытался уйти в отставку. Однако после встречи с губернатором изменил свое решение. Отметим, что Виктора Щегрева ранее молодого политика называли главным претендентом на пост городоначальника. Глава Алтайского района обратился в суд ФСБ из-за отстранения его от выборов на пост главы муниципалитета. Прямо сейчас, как получу мотивацию, сразу поеду в суд. Напомним, 15 декабря конкурсная комиссия не допустила Сергея Черепанова до голосования на пост руководителя района. После получения документа, где указана причина отстранения, глава направился в различные инстанции. 19 декабря подал в суд на решение конкурсной комиссии, а также обратился в ФСБ с просьбой разъяснить результаты проверки, которые могли повлиять на решение комиссии, а не допуски его к выборам. Неделя до Нового года. Одни уже пакуют подарки, другие покупают продукты для праздничного стола. Среди самых ходовых товаров на Новый год – сладости и мандарины. Но как их правильно выбрать? На что стоит обращать внимание? Наша съемочная группа вместе с Роспотребнадзором провела экспертизу. Охота за сладким в самом разгаре. И пока по продажам лидируют мандарины. Их есть можно уже сейчас. Китайские с листочками, турецкие, марокканские. Хорошо чистится, сладкие уже. Сезон сейчас марокканский. Чем турецкие лучше? А, то есть они еще недоспелые будут? Ну, турецкие идут чистые, но киски сладкие. Будь то мандарины или конфеты, выбор сегодня огромный и может легко поставить в тупик, если задачиться качеством продукции. С кулечками самых ходовых в Новый год товаров мы пошли в Роспотребнадзор. Эти мандарины и конфеты мы купили не на базаре, а в магазине. И когда мне пробивали на кассе вот эти конфеты, то грубо назвали их дешманскими. Сейчас вопрос о корпоративной этике мы поднимать не будем, хотя тут есть о чем поговорить. Сейчас мы посмотрим на эти мандарины и конфеты вместе со специалистом, чтобы понять, как выбирать новогодние подарки по принципу безопасности, а не стоимости. Если поверхность фрукта будет влажная, он у вас долго храниться не будет. Запах должен быть цитрусовый. Запах, цвет и ярко и бледно-оранжевый – норма, говорит сотрудник Роспотребнадзора Ольга Бархатова. Срок годности – пятнышки. Эти контроль не пройдут. Допускаются незначительные повреждения поверхности, допустим, незначительные изменения окраски не более 1,5 площади фрукта. И небольшие повреждения в виде бурых пятен образуется в момент формирования плода. Могут быть изменения окраски в виде солнечных ожогов. Встречаются такие покупатели, которым нужно развернуть мандарин, показать, что он вкусный? Конечно, конечно. Будут попробовать. Они разные же идут. А вы как к этому относитесь, как продавец? Да, всегда клиент прав. Можно попробовать, конечно, можно. Если кожица отделяется трудно, фрукт лучше не брать. А смотреть конфету тоже бывает не лишним. Если конфеты шоколадные, то у них будет ровная поверхность, ровная и блестящая поверхность. Если поверхность у конфеты матовая, то можно предположить, что там растительные жиры входят в состав. Смотрим обязательно на сроки годности. Если сроки годности большие, больше 6 месяцев, то можно предположить, что производитель не поскупился на консерванты. Еще один лайфхак. Белый налет на шоколаде означает нарушение температурного режима хранения. Как это скажется на вашем кишечнике, неизвестно. А что делать с коробкой конфет? Только переворачивать и смотреть срок годности. Если после вскрытия попался некачественный продукт, смело идти и требовать замены товара или возврата денег. Будьте внимательны, ведь от того, что вы выберете сейчас, зависит ваше здоровье и настроение в самые долгожданные праздники года. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. Кошка в офисе, психолог для сотрудников, арт-кофейня и запуск собственного производства. Съемочная группа побывала в гостях у алтайской компании «Мэйтан», проекты которой отмечены на федеральном уровне. Так, в декабре в Самаре на форуме «Развитие регионов. Лучшее для России» компания стала лауреатом премии за вклад в устойчивое развитие страны. По данным Центра развития перспективных технологий, траты россиян на антидепрессанты с начала этого года выросли примерно на 70%. В «Мэйтан» также отмечают повышение спроса на природные антидепрессанты, продукты для иммунитета, сердца, сосудов и женского здоровья. В ответ на тренды и на уход с рынка крупных западных компаний «Мэйтан» запустила собственное производство оздоровительных продуктов, выпустила в продажу омегу, цинк и пробиотики. «Самое главное у нас в компании люди. Мы работаем для людей. Наши основные люди, каналы продаж – это тоже люди, потому что мы работаем через консультантов. Начиная с 2020 года люди поняли, что самое главное в жизни – это человеческая жизнь, это отношения межличностные. И вот в этом году это так сильно подсветилось, поэтому мы все свои действия, все проекты направили на то, чтобы как можно больше людей было физически, эмоционально здоровые». Собственное производство «Мэйтан» запущено в октябре. Здесь производят фитокапсулы из алтайского сырья, два вида чая и порядка 10 видов травяных сборов. Уже сейчас в продаже вкусовой чаговый чай и алтайские фитокапсулы для здоровья суставов и сосудов. В основе производства – наукоемкий подход, инновационные способы получения экстрактов и тщательный контроль качества. Все продукты разрабатываются совместно с учеными Алтайского госуниверситета. «Вообще в ассортименте компании много продуктов, направленных на здоровье. Изначально он был только импортный, но мы находимся, компания все-таки алтайская, корнями здесь, развиваемся отсюда. И поэтому приняли решение ввести продукты, которые только натуральные и из наших трав». Еще один антикризисный проект компании бегает по коридорам. Это начальник антистресс-департамента Уруме. Она отвечает за эмоциональное здоровье сотрудников, участвует в совещаниях и носит статус всеобщей любимицы. А на первом этаже главного офиса компании на Ярных – арт-кофейня «Солнце внутри». Попробовать вкусный кофе сюда приглашают всех желающих. А после можно пройти в торговый зал и выбрать продукты для решения практически любой проблемы со здоровьем. В ассортименте «Мейтан» более 350 позиций. От высоко концентрированной омега-3 из Израиля и аюрведических травяных таблеток из Индии до линейки средств из алтайских трав. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует...